Здравствуйте, товарищи! Проходите, пожалуйста. Тема сегодняшней лекции «Социальный прогресс и социальный регресс». Эта тема «Социальный прогресс и социальный регресс» прямо вытекает из предыдущей, где мы говорили с вами о развитии. И когда мы с вами говорили о развитии, то мы подчеркнули его противоречивый характер и отметили, что в каждом развитии действуют противоположные тенденции. И эти тенденции таковы. Одна соответствует направлению развития, а вторая противоположна направлению развития. Ну вот теперь вопрос о том, а кто эти тенденции поддерживает. Можно ли сказать, что вот тенденцию прогрессивную поддерживает прогрессивный класс, а тенденцию реакционную поддерживает реакционный класс. А тенденцию, скажем, путанную поддерживает класс, у которого противоречивые интересы у самого. Можно так сказать? Или это будет схематично? Вот исторический опыт, практика показывает, что никогда не бывает такого, чтобы все представители прогрессивного класса занимали бы прогрессивные позиции, а все представители реакционного класса занимали бы реакционные позиции. Более того, в силу противоречивости деятельности каждого субъекта и противоречивости интересов каждого субъекта, вполне может быть, что представители прогрессивного класса защищают все или иные моменты жизни, или в тех или иных случаях и ситуациях отрицательную тенденцию, или поддерживают ее. И наоборот, если говорить о представителях реакционного класса, неверно будет сказать, что все представители реакционного класса и всегда поддерживают только реакционные тенденции. Тем более, да и сам реакционный класс, он какие-то и прогрессивные вещи тоже делает. Мы с вами не забываем, что это противоречие, а противоречие означает не только противоположность, противоположность, но и единство противоположности. А значит, если есть единство противоположности, значит, есть такие изменения в общественном развитии или в общественном движении, которые поддерживают и те, и другие и представители реакционного класса, и представители прогрессивного класса. Вот примерно такая вырисовывается картина, непростая. Непростая, и диалектический характер этой картины, можно сказать, не усвоен. Люди думают, что если вы делаете какие-то отрицательные поступки, то вы отрицательный человек. В целом, а это неправильно. Почему? Ну, во-первых, потому что нет таких позитивных людей вообще, которые бы делали только позитивные вещи. Есть тут кто-нибудь, у кого нет недостатков? Признайтесь. Что-то все молчат. А что такое недостатки? Недостатки проявляются в действиях, противоположных, прогрессивном. Правильно? Общественном. То есть, они есть отрицания, этих прогрессивных. Так, на этом основании можно, значит, действовать так. У вас недостатки есть? Есть. Они в чем? Проявляются в общественных действиях или в антиобщественных? Ну, если они недостатки у вас есть, так они проявляются. Если не проявляются, не надо на себя поклепу возводить. Правильно? Тогда их и нету. Если эти недостатки ни в каких действиях не проявляются, то не надо утверждать, что у меня есть недостатки. Правильно? То есть, вы выкиньте те недостатки, которые вы так считаете недостатками, а оставьте те, которые проявляются в действиях. Нельзя считать недостатком то, что ни в чем антиобщественном не проявляется. Правильно? Ну, а раз они проявляются в антиобщественных действиях, можно зафиксировать, значит, вот вы совершаете антиобщественные действия. Что из этого следует? Ничего из этого особенного не следует, хотя люди, которые в этом не очень разбираются, могут на этом основании, на том основании, что выдергивают то, что для вас не характерно, а является вашим недостатком, принимать это за некое главное, основное, или за целое, и тогда совершенно неверным образом рисуют и оценивают личность. Правильно? А что нам говорит история? Во-первых, единичные факты. Единичные факты говорят нам о том, ну и даже не очень единичные, о том, что представители класса эксплуататорского, например, дворяне, да, выступили против крепостничества. Так? Было такое? То есть класс дворянский был за что? За сохранение крепостничества. Его интересы состояли в том, чтобы продолжать угнетать крестьянство, чтобы ее крестьян не особо ждать. А дворяне, те дворяне, которые считаются дворянскими революционерами, это не так уж их и было много, но и немало, подняли восстание декабристов. И вот это восстание декабристов, это восстание было представителей правящего феодального класса против эксплуатации крестьянства за освобождение его от крепостной зависимости. Причем им там разные добрые люди предлагали, вы освободите своих крестьян. Нет, говорит, не за то, что вы всех крестьян освободите, а не то, что моих только. Давайте всех освободим. С ними, как известно, государство правящего класса расправилось очень жестоко. Часть была повешена, другая часть сослана в Сибирь. Вот они испытали и беды, и муки. Но, тем не менее, вот они представляют собой такой исторический пример людей, которые думают там или смотрят шире в истории, чем интересы только того класса, которое не представляет. Мы можем взять фигуру Маркса и Энгеля. Кто такой Маркс по своему социальному положению? Как сейчас пишет? Социальное положение. Вот какое у него, у Маркса, было социальное положение? Не знаете? Еще буржуазный интеллигент. Кто такой Маркс? Небогатый причем. Интеллигентный. Откуда? Интеллигентный. Интеллигент, да. Какой интеллигент? Интеллигент в буржуазном, общество буржуазный интеллигент. Такой он еще интеллигент. А друг его, Энгельс, что вам про него известно? Завод у него. Папа у него имел. Папа, когда папа умер, то завод перешел ему наследство, и он стал фабрикантом. Ну, фабрикант Энгельс, значит, стороне какого класса стоял? Буржуазный. Ну, то есть, стоял. Рабочего класса. Принадлежал он к буржуазному классу, а стоял на стороне рабочего класса. Более того, было его вольем и идеологом. Так, а Ленин? Он дворянином был, нет? Был в 16-ти лет. Отец у него получил, выслужился. Получил дворянство, и в соответствии с этим Ленин. А Дзержинский, председатель ВЧК, тоже был дворянином. Калантаев, вам известно? Которая послом у нас была. То же самое, дворянка. То есть, это, с одной стороны, мы берем представителей господствующего класса, который уже к этому времени стал реакционным. И оказывается, что некоторые представители реакционного класса могут занимать позиции в целом прогрессивные. А можно другое сказать. Возьмем рабочий класс. Вот скажите, пожалуйста, кто здесь воевал, когда пришли фашистские, гитлеровские в полчаси сюда, на нашу землю, и вот они здесь зверствовали. наших людей погибло, советских людей, 27 миллионов человек. Причем, если считать военные потери, сугубо военных, то примерно поровну 9 миллионов у немцев погибло, 9 миллионов у нас. Но поскольку на нашей территории немцы зверствовали, выполняли свою программу ликвидации русского населения и еврейского населения, то при этом они уничтожили сверх тех самых 9, которые погибли там, ну как бы на поле боя, еще 18 миллионов человек. Ну а из кого состояли-то эти граждане? Те, кто воевал? Те, кто воевал. К какому они классу подбежали? Из разных стран. А? Из разных стран. Ну основная это масса. Каких разных? Сколько их? Много славил? Всего-то там, у нас классов буржуазного общения. Всего три. Буржуазия круп и стрелял из пушек крупа. Мессершмитт летал летчиком на самолете Мессершмитт? Нет? Сколько у нас классов-то буржуазного общения? Всего буржуазия и мелкобуржуазия и рабочий класс. Причем мелкобуржуазия это какое ее определение? Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. То есть это трудящиеся. Другое дело, что эти трудящиеся ненаемные, они не нанимаются какому-то другому капиталисту, а как сейчас называют выезжаясь начните свое дело. Как будто учиться у вас это не ваше дело, а какое-то чужое. Говорят, давайте начните свое дело, купите порося и, так сказать, давайте попробуйте выбиться в люди. Если вам повезет, не подохнет этот поросенок, то возможно вы разбогатеете и прикупите еще. А потом наймете его. Сидят люди, то они не заняты пока. Стипендия у них невысокая, они согласны будут на небольшую зарплату. И так, глядишь, дело и пойдет. Я наблюдал как-то, товарищ Медведев агитировал за развитие мелкого бизнеса, выделили по 50 тысяч от правительства, говорят, собрали молодых людей и в основном безработных, потому что кто на работе он занят другим. А это так называемые самозанятые. Что значит самозанятые? То есть никто их не нанимал, они вот. Вот им государство содействует. Когда начинали содействовать развитию мелкого бизнеса, у нас было 35% государственный сектор. Сейчас, когда в итоге осуществление всех программ содействия мелкого бизнеса, 70% государственный сектор. Конечно, существует закон, немножко знает политэкономия, не только юриспруденция и политэкономия, знает, что существует закон преимуществ крупного производства. И крупное производство побивает мелкое. Причем иногда побивает экономически, а иногда и административно. Вот, например, недавно в Москве взяли и все ларьки снесли. Причем те ларьки, которые были оформлены, там все на них записано, все это собственно, что у вас в аренде земля, помещение и так далее. подогнали трактора, пульдозеры, экскаваторы и нет их. А у нас в период правления Валентины Ивановны Матвенко у каждой трамвайной остановки были ларьки, люди сошли и там довольно дешевые были продукты. Дешевые, потому что аренду они большую не платили в каменных зданиях. Ну, поэтому можно было тут же купить. Тут Валентина Ивановна провозгласила магазины шаговой доступности и все эти ларьки распилили в одночасье. Взяли болгарки и под лозунгом «даешь поддержку местного бизнеса» и теперь нет. этого. Ну, а вот что касается вот той сцены, которую я наблюдал, один товарищ говорит, я куплю, буду косы разводить, куплю три козы на 50 тысяч. Ну, наверное, одна у него коза будет это, если ее откормит, это у него будет на то, чтобы заплатить всякого рода издержки, связанные с кормами. Вторая коза налоги, а третья коза прибыль. В этом взяли козы и возьмут и подохнут, его не спросят, потому что зоотехников нет никаких, никакой науки, никакой животной медицины и все. Или там девушка говорит, я буду цветы разводить, вот вы будете цветы разводить, вырастут ваши цветы? Ну, сколько это вырастет, да? Это вполне возможно, я в это верю. И куда вы с этими судами пойдете? Вам же продать надо эти цветы, вы же для продажи их, они для того, чтобы поставить себе на окно. Если вы вырастили, поставьте себе на окно, сюда принесите, а вот если на продажу, куда вы пойдете? Вы так наблюдаете, что у нас, кому-нибудь разрешат атаку цветы продавать? нет. Если у метро кто-то стоит, значит, он делится с теми, кто от метро их отгоняет. А если вы хотите какие-то магазины, посмотрите, оранж, оранж везде стоит и так далее. А вообще на мировом рынке Голландия захватила весь цветочный рынок, и поэтому цветы у нас и из Эквадора, и из других стран, скажем, из Эквадора нам свежие розы везут прямо с полей сейчас. Но куда я чусь сначала и везут их по договорам, которые заключают голландские соответствующие фирмы. Точно так же вы, если вы заходите лук выращивать, вы пойдите посмотрите лук сивок он какой русский или голландский только голландский и так далее. Весь семенной материал такой, чтобы вы не вздумали у вас вырастет лук вы возьмете соберете семена и потом посадите. так не получится. Луковицы основная масса обработана так, они не давали сходов и так далее. То есть там целая индустрия работает. И когда на этот рынок приходит такой наивный человек и сказать я буду собственное дело делать, кончается тем, что он быстро разоряется и на этом собственном и село. Хотя все время приходят новые люди и начинают новое дело и так далее. У нас был такой профессор Виктор это открылось как они арендовали как они платили налоги и как они все свои деньги в итоге какие у них были просадили и на этом получили некий урок. Короче говоря есть мелкие буржуа есть мелкие буржуа есть такой класс он большой и у нас он немаленький сейчас тем более что вроде как вместо чтобы не было такого нажима со стороны безработных людей много у нас безработных а вы вроде как не безработные а что-то там ковыряетесь сами виноваты а сколько вы будете работать сколько хотите хоть 18 часов правильно потому что во всех предприятиях у нас есть государством ограниченный 8-ми часовой рабочий день так 40 рабочая неделя не больше 40 часов ну а что касается тех людей которые работают как мелкие частные собственники ваше дело можете всю ночь работать и целый день и вообще никуда не выходить но тем не менее вот в той же Германии не так много было и мелкой буржуазии и интеллигенции не так много было рабочих было много и кто основную массу составлял гиглеровских фашистских войск представители какого класса рабочего это отменяет то обстоятельство что рабочий класс наиболее заинтересованы силы в борьбе с фашизмом не отменяет потому что мы говорим не о том что у людей в головах а что им выгодно правильно выгодно конечно было закончить эту войну и уничтожить фашизм не случайно в той же Германии основная масса населения к фашизму относится отрицательно правильно а не так что они вспомнят славные победы и эта трагедия так сказать людей которые принадлежат к одному классу оборются за интересы другого класса объективно и погибают за них что плохие солдаты были немецкие никто не скажет еще говорили про союзников может румыны плохо воюют болгары а чехловацкие рабочие в это время делали башни для танков немецких и во Франции рабочие работали на военных заводах вся Европа работала кого? на Гитлеру поэтому в этом смысле у Европы руки в крови в связи с тем что она не сопротивлялась практически практически нашестию гитлеровскому все поздавало в том числе та же Франция которая какие-то санкции против нас сейчас применяет у Франции была линия машинов большая армия она воевала нет войны вот когда уже там был уже второй фронт когда уже было ближе к победе тут тогда появился генерал Деголь собрал тех французов которые решили воевать против фашистских немецко-фашистских войск и началась эта война а до этого а до этого в общем все поздавали придумали еще такое понятие как открытый город город оставляют дескать мы вас не город вам зовем вы нас не трогайте потом следующее отдаем и разрушений никаких в Европе нет но не воевали и вот эти люди которые не воевали нас все время получают как вы сейчас замечаете Россию не то не так не так делайте мы вам санкции дадим и так далее так что это вот большая проблема одно дело знать в чем объективные интересы тех или иных людей и классов а другое дело а за что они выступают возьмем войну в Вьетнаме известную кто в ней участвовал во-первых прежде всего опять-таки что они представители буржуазного класса воевали там в Вьетнаме нет а войну в Вьетнаме американцы развязали ради целей своей империалистической буржуазии а кто там воевал рабочие мало того рабочие рабочие и процент негров то есть самых обездовленных и задавленных процент негров воевавших во Вьетнаме выше в армии чем в американском обществе то есть как под пули и так отправляют кого-то от тех кого эксплуатируют на три страны ну а первая мировая война вот мне пришлось быть в городе Ипор в Бельгии и там есть такое большое-большое кладбище некоторые гордятся в Европе как они так ухаживают за кладбищами хорошо большое-большое пространство газончик зелененький и маленькие белые столбики вот такие стоят стоят много-много-много столбиков куда глаз только глянь и на скажем на красивых воротах расписаны фамилии тех кто погиб но если у нас начать расписывать у нас бы ворот не хватило потому что там тысячи погибали а у нас миллионы и что там написано этих столбиков вот лейтенант такой-то из Новой Зеландии а это капрал такой-то из Австралии что он там все забыл здесь что он сюда приехал воевать воевать причем воевали две группировки империалистические которые делили мир поскольку империалистическая буржуазия закончилась территориальный раздел мира и ведет борьбу за его передел в соответствии с силой экономической ну и кто в этой борьбе погибал империалисты то не погибали а погибали кто прежде всего трудящиеся если кто-то думает что это от характеристики каких-то других стран ну вот у нас сейчас какая картина в России вот есть такой вопрос кому на Руси жить хорошо помните об этом Некрасов писал а тут как раз 17 числа в российской газете материал подоспел и оказывается в России это хорошо некоторым живется и не просто хорошо а просто мы на первом месте в мире по некоторым показателям а показатели такие вот на седьмой странице газеты российской газеты за 17 марта написано написано что по числу долларовых миллионеров вот их превращение у нас самое высокое в мире у нас рост числа долларовых миллионеров за прошлый был 10% я думаю вы должны гордиться нашей страной правда вы рады что есть у нас такой прирост их 132 тысячи человек то есть вы иногда можете их и встретить хотя они в основном перемещаются на хороших машинах с охраной но это ладно еще подумаешь миллионер а еще есть приросты долларовых миллиардеров и не 10% а сколько 11% к примеру в этой Европе ну что в Европе в Европе за этот последний год на 4% снизилось количество долларовых миллионеров слабаки вот у нас мощная экономика она рождает миллионеров и миллиардеров так ну а в мире как а в мире всего 3% прирост да мы обогнали втрое более высокими темпами обгоняем весь мир по числу наращивания миллионеров поднимите голову и гордитесь теперь ну правда надо сказать что это исследование академии российской академии народного хозяйства и госслужбы очень серьезного учреждения и они не примедлили другой край взять ну а как вот на другом краю как у трудящихся у трудящихся вроде неплохо вот за последний год некоторый прирост есть реального содержания доходов с учетом этих миллионеров или миллиардеров и даже заработной платы прирост есть есть у вас не касается студентов неважно а вот поскольку они взяли период еще и такой а как по сравнению с предыдущим периодом вот такая картина по сравнению с 2013 годом понижение доходов произошло реальных и они составляют 90 с половиной процентов от того что было в 2013 году вот все рассказывают мы боремся мы повышаем мы поднимаем мы улучшаем мы налаживаем пускаем хоть силы и по сравнению уже не надо с 1913 сравнив можем сравнивать с 2013 по сравнению с 2013 годом 90 с половиной процентов реальные доходы понижение почти на 10 процентов а зарплата зарплата не на 10 зарплата меньше понизилась то есть зарплата реальная по отношению к 2013 году 92 с половиной процента ну на 7 с половиной процентов меньше просто вот вам результат то есть то что мы с вами знаем что делает инфляция но все время забирайте из карманов реальные деньги бумажные у вас остаются важно ведь не сколько у вас написано на бумажке какая у нее покупательная способность соответственно покупательная способность если зарплата понизилась так можете не сомневаться что стипендий не в меньшей мере правильно это можно догадаться ну и пенсии конечно то есть вот реальная картина поэтому когда нам рассказывают люди серьезные серьезными на серьезных должностях сидящие что вот у нас какие успехи в борьбе за повышение темпов роста вот пытаются сейчас натянуть где-то никак один процент не получается на 0,8 якобы рост экономики то есть важно еще не просто рост экономики а куда она это перемещается куда эти доходы идут и кто их получает поэтому действия вроде бы хорошие положительные стараются о подъеме и общаются весь этот подъем маленький который есть уходит на повышение числа миллионеров и миллиардеров а остальным популярной рассказывают денег нет и вы держитесь держитесь денег нет и вам не будет вам не будет а всем нет кому-то будет и не просто будет а есть я вам дал данные опубликованные я вам назвал точное число вы можете в интернете найти наберете российскую газету седьмую страницу и вот этот материал пожалуйста серьезные данные серьезные организации которые показывают что во что канализируется то есть во что воплощается вот те небольшие шаги по подъему нашей экономики которые есть не говоря уже о том что наша экономика имеет 70% государственного сектора и представляет собой единую такую монополию крупную очень ну плюс еще 30% значит негосударственный капиталист и вот эти 70% не представляет собой на самом деле единую монополию по организации потому что если единая монополия так надо сделать единый план план директивный ну любая монополия там скажем какую вы возьмете там форт форт ведь планирует то что он собирается выпускать все планирует правильно это же его все его поэтому здесь если 70% это государственное а государство ну можно сказать берет пример с переходного периода к социализму у нас когда был переходный период к социализму у нас был был 5 укладов один был патриархальный горочки выращиваю сам его съедаю другой был мелкотоварный вот о чем мы говорили купил козочку откормил может продал и один раз в год хорошо поел второй значит третий уклад это уклад частно хозяйственного потому что никакого всеобщей национализации не было в 18 году в январе а была национализация основных средств производства третий госкапитализм вот это очень интересное такое явление то есть предприятия национализировали крупнейшие а они хозяйствуют как и раньше хозяйствовали только прибыль сдают государству вот и вся разница ну вот похоже что вот нынешняя наша экономика российская прямо слепок с этой схемой тоже государство у нас есть государство у нас вроде как и сильное так есть государственный сектор 70% и там отдельные плавают частные предприятия которые ведут себя как будто бы они не государственные в чем задача тогда такого предприятия вот вы стали генеральным директором что нужно сделать вот так и получают первым делом устанавливают себе зарплату хорошую это же затраты зарплаты то есть это в прибыль не пойдет то есть если сделать себе большие зарплаты этим всем предприятиям которые государственные но отдельные то оставшаяся прибыль которую надо отдавать государству потому что предприятие это государственное будет поменьше поэтому надо себе установить большие доходы себе себе надо установить у нас же какой сейчас принцип мы в каком обществе в социалистическом или в капиталистическом какой у нас сейчас приоритет каких интересов общественных государственных или личных на конверте посмотрите там сначала написано Иванову, потом улица, дом, улица, потом уже город, а потом Россия идет. Россия — это в последнюю очередь. О себе надо подумать. Была такая песня раньше. О том, что раньше думай о родине, а теперь о себе. А сейчас другая песня. Думай о себе, а потом уже о родине. И вот вы думаете о себе. Сделайте себе свою зарплату. Например, вот есть у нас директор Почты России. Он себе 60 миллионов премии выписал, имеет право. Он же как частное предприятие действует. То есть самостоятельное. Ни с кем не советуется. Ничего ему правительство не указывает. Хотя это государственное предприятие. 60 миллионов. А вам расскажут, что нет средств на стипендии. Или Роснефть. Сколько миллионов получает члены правления Роснефти в месяц. 24. Написали 24. Никто не запрещает. Сколько получает руководитель, я не знаю. Ну, нету данных у меня. Мне не сообщают, об газетах я не нашел. А вот, что касается доходов членов правления, нашел. Я для этого читаю эти самые газеты. Я вот вам доказываю, что в любой буржуазной газете есть что-нибудь хорошее. Вот это же я же из правительственной газеты вам дал. Хорошая же информация. Честная, объективная. Ну, редко бывает. А то хорошее. Или вот Газпром. Ну, конечно, там 24 миллиона членам правления не платят. Там берегут государственные деньги. 15 миллионов в месяц. Вам чего давать? Вы не знаете, будете с ума сойдете от этих денег. Будете бояться, что вас их ограбят. Может, вас и ограбят по-быстрому. У вас наверняка ведь частной охранной структуры нет, которая ходит вас охранять. И автомобиль у вас не бронированный, если даже и есть. Я сомневаюсь, что у вас есть автомобиль. Но если есть, то не бронированный. Надо бронированный. Все-таки везти надо будет, там, сумочки везти, там, ну, на расходы 15-16 миллионов на каждый день. Мало ли, перекусить тебе придется. Что же вы будете? Вот в этой столовой, что ли, тут перекусы? Или бедняки есть такие, как РЖД. Ну, тебе по 5 миллионов в месяц получают. Это реальность сегодняшнего дня. На этом фоне, вот, это мелочь по сравнению с тем, что у нас есть долларовые миллионеры или долларовые миллиардеры. И число их возрастает с колоссальной скоростью 10. 10. Вот в Китае. У них экономика растет. 6,5%. Ну, что Китай? Ну, что 6,5%. У нас вот одних только миллионеров долларовых 10% прирост, а миллиардеров 11. Всех обогнали. Весь мир. Гордиться надо нашей страной. Вот для этого, понимаешь, перешли к капитализму. Говорят, нам будет хорошо. Кому? Кому нам? Они имели в виду себя. А люди, которые слышали, думают, нам всем будет хорошо. Нет, об этом речь не шла. Будет свобода? Какая свобода? Свобода эксплуатации есть? Пожалуйста. Ну, вот. Значит, таким образом, мы в каждом таком процессе, в каждом явлении, везде, всегда должны видеть противоположные моменты и видеть, что в чем заинтересованы люди, что объективно им выгодно, а что на самом деле происходит и как они действуют. К сожалению, действия отдельных лиц, причем очень часто в значительном объеме, например, ну, в большинстве голов рабочего класса, какая идеология, рабочая или буржуазная? Пролетарская или буржуазная? Как вы думаете? Вот берем рабочий класс России и спрашиваем, какая идеология в большинстве голов рабочих России? Буржуазная или пролетарская? Буржуазная. Почему? Потому что общественное бытие определяет общественное сознание. А общественное бытие у нас какое? Буржуазное? Ну, поэтому к нам начинают писать и обсуждать и дискутируют над тем, а кто победит на выборах? Ну, какая у нас, если у нас буржуазная экономика, значит, господствует буржуазная идеология. Какие партии победят? Буржуазные. Вот, товарищ, вы знаете все, а другие не знают, что думают. А если будут честные выборы? Вот если будут честные выборы. Вот если нечестные, не знаю, что там такое напутают. А если честные, ну, честно люди имеют в голове буржуазную диалог, голосуют за буржуазные партии. Большинство. То есть, это действие, правильно? Политическое действие, какое-то политическое действие. Некоторые думают, что это относится только вот прямо к нынешней буржуазной России. Хорошо, возьмем два референдума, которые проводились у нас. Например, референдум 2000... Нет, тысяча... девятьсот восемьдесят... 1991 года об СССР. Слышали, такой референдум был? На него часто ссылаются, и некоторые люди невнимательны к противоречиям. А мы с вами как раз эту внимательность вырабатываем. Невнимательны к противоречиям. Все отмечают, говорят, вот, народ проголосовал за СССР. Но мы с вами на ту сему уже говорили. Какой был вопрос? Вы за обновленный союз советских социалистических республик как союз суверенных государств. Ну, там продолжение еще есть, но уже тут все сказано. Что такое союз суверенных государств? Отдельных государств. И какой может быть союз отдельный государств? Давайте вот заключим сегодня союз, все мы, союз конфликтологов и меня сюда включим, но все отдельно. То есть каждый куда хочет туда идет, что хочет, то и делает, ничего общего не будет, а у нас союз. И новое здорово. Вот такой союз. Все такое суверенное государство, которое независимо от того, вот все большинство вот так проголосует, а вот скажем, большинство скажет, ну и хорошо, а я пошел в другую сторону. И все. А скажем, если вы возьмете гимн Советского Союза, там как пелось? Союз нерушимый, республик свободных. Свободных. Делали свободный выбор, объединились в одно государство федеративное, и это был союз свободных, а не суверенных. А суверенный вот у нас СНГ. Что вы скажете про СНГ? Есть такая организация? Есть. И даже есть помещение шикарное для него, выделено. Какое? Таврический дворец. И что там теплится? Есть какая-то жизнь в СНГ? Никакой. Что-нибудь СНГ сделала, решила, организовала? Нет. А потому что вы съехали, считайте, что мы с вами СНГ. О! Ну, какие будут мероприятия, какие? Вот вы свои запланируете, а свои, он свои, вы свои. Вот мы все распланируем и будем выполнять. И что тут такого общего? Ничего тут нет общего. Не общей экономики, не общей политики, не общего права и так далее. Ну, и сколько провелосовало за вот это вот, за обновленный союз? Ну, у нас люди там не вчитываются, тоже привычка такая, доверять все власти. И не вчитываются, когда договора, когда в долг берут деньги, как вы знаете, мелко, это мелким шрифтом-то, читайте, что написано, не вчитываются, и там не вчитываются, не вчитываются. Давайте, так сказать, и проголосовали. 70% некоторые говорят деятелей, которые называют себя коммунистами, что вот 70% народа проголосовало за Советский Союз. Да оно против Советского Союза проголосовало, раз проголосовало за Союз Суверенных Республик. И мало того, что тогда это, так сказать, люди не разобрались с некоторыми, до сих пор продолжают. Белоруссия есть, там целая такая организация за Союз, они все отмечают, годовщина референдума. Скоро будет, 17 марта прошло, вот опять праздновали. Чего вы праздновали? Горюет по потере Советского Союза и одновременно празднует этот референдум. Или вот был опрос по Конституции. Он был оформлен как народный опрос, всенародный, в 93-м году, поскольку по закону для того, чтобы принять Конституцию, надо, чтобы проголосовало более половины граждан, имеющих право голоса. Вот в этом опросе, который был в 93-м году, не принимало более половины. Вот об этом, например, написал Игорь Дмитриевич Осипов. А я, скажем, анализировал это и тоже опубликовал статьи, в которой сказал, что и вообще на этом при этом опросе вообще не ставился вопрос в том, чтобы выступить за какой-либо проект Конституции. Тем более, я эту тему хорошо знаю, я был членом Конституционного совещания, находился в мраморном дворце в Кремле и знаю, что было пять проектов. Причем в одном из проектов я принимал участие в проекте Слободкина. А был проект один, проект комиссии Румянцева, который возглавлял Ельцин, это проект Верховного Совета. Был проект, еще один Ельцина, это который сейчас считается Конституцией. Был проект Собчака, он ходил и раздавал его там на Конституционном совещании. А был проект Зириновского, он там не шутил, не паясь, не чалат, раздавал свой проект. Я раздавал проект в Объятной народной правде судей Солнечногорского района от Лаботкина, где там были записаны выборы по трудовым коллективам. А какое было голосование? Голосование, как вы помните, было после расстрела Белого дома. А потом вас спрашивают вот на этом всенародном опросе. Принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации? А? Если не принимаете вообще после не только дома и вас надо расстрелять, если он против Конституции пошел. В Конституцию. А вопрос-то должен был совсем другой стоять. А за какой проект вы голосуете? А их пять. Во-первых, их нужно было напечатать и так же в каком-то большом издании вроде Российской газеты, которая обычно печатает законодательные всякие вещи. Правда, мелким шрифтом, чтобы не могли люди прочитать, но печатать. Раз. Во-вторых, ну как вот если за пять проектов, как наберешь за один больше половины? Никак. Поэтому, значит, нужно было провести там первый тур голосования, определить два. Потом провести второй тур голосования, определить один, за который больше всего проголосует. Но не разделяется голоса на два проекта. И вот дальше проголосовать получится большинство голосов, граждан, имеющих право голоса в Российской Федерации. Было это? Не было этого. А что было? А ничего? А считается, что... Вот я вас спросил, принимаете ли Конституцию, что если вы Конституцию не принимаете, вы против основного закона. Вас сразу надо в тюрьму. Но время было горячее, стреляли по Белому Дому, по Верховному Совету, по вас выстрелить вообще нет никакой проблемы. Так что голосуйте правильно. Проголосовали? Будьте здоровы. Да. Да. Так что вот что это за явление? То есть можно выдавать с виду это вроде как выдается за некое прогрессивное явление, а оно оказывается реакцией. то есть у нас была власть до этого конституция была фактически конституцией буржуазного государства, которая была перелисована и много раз переделана Верховным Советом, который был вполне буржуазным, правильно? Провел все прорезонные законы. А Ельцин учинив расстрел Белого дома, который в точном определении характеризуется как фашизм, поскольку это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболейшей местечки кров монополистического капитала. И мы знаем, что была стрельба из американского посольства в тех, кто защищал, вернее, тех, кто решил нападать на защитников Белого дома. А после этого началась кровопролитная операция, и больше тысячи человек погибло. А после этого вот это так как бы загладили таким голосованием. Голосование хорошая вещь, хотя, например, в советское время никогда референдумы не проводились, потому что референдум это самая обманная вещь, какую только можно придумать. Вот я сейчас вам предложу на выбор, вам выбор хотите сделать, свободный выбор. Повеситься, застрелиться, либо утопиться. Голосуйте. Заповеситься голосуем, не поднимай, застрелиться, не поднимай, утопиться. Не приняла участие в голосовании. Так, следующий. Вы давайте, давайте будем организовывать. Так не было разю? А как решали вопросы о форме приватизации? Вместо того, чтобы решить вопрос, остается в государственной собственности это предприятие, или вдруг становится частным, это вопрос принципиальный. Решался вопрос, как будет, какая форма приватизации? то есть какая форма превращения его в частную? Вот и все. То есть, из приведенных мною примеров следует, что вообще очень непросто отличить, какие действия или движения или мероприятия прогрессивные, а какие реакционные. Раз. А раз непросто их отличить, то люди иногда поддерживают реакционные мероприятия и действия, и тенденции не потому, что они реакционеры, и не потому, что они принадлежат реакционному клану, а потому, что они или запутаны, или их идеология такова, что в голове у них идеи как раз реакционного класса, а не класса прогрессивного. Поэтому тот факт, что объективно есть классы, которые заинтересованы в общественном прогрессе, это классы восходящие, а есть классы, которые уходят с исторической сцены, это классы нисходящие. Этот факт никак не отменяет того обстоятельства, что люди, которые принадлежат к этим классам, могут действовать вразрез со своими самыми глубокими, самыми насущными и самыми долговременными интересами. А после этого они удивляются, говорят, мы не ожидали, что так получится. Иллюстрация к этому известная басня про мужика и медведя. Медведь очень мужика любил, и когда мужик спал, муха села на мужика, медведь взял камень и ударил по мухе. Ну и муха-то улетела, а мужик погиб. виноват, что ли, медведь-то хотел сделать хорошее, что-то. Хорошее же. Иногда люди, политики, вообще намеренно не говорят, что они собираются делать, они говорят, против чего они выступают. Вот самый яркий пример сегодняшний, это Навальный. Кто-нибудь выслышал, за что он выступает? Вот что будет, если он, допустим, станет президентом? Хоть что-нибудь вы слышали из информации, которая просачивается нам? Ничего. А вот против чего? Вот я против всего плохого выступаю, против такого, и против такого, и против такого, и против... Мы это уже видели, против злоупотреблений Горбачева выступал, Ельцин, и потом окружил себя и дачами, и заборами, и всем прочим. И злоупотреблений стало еще больше. Если я против чего-нибудь выступаю, говорю я за что? Я говорю, я туда не пойду. А куда я пойду, вы узнали? А я молчу, если я опытный политик, или там, вот, такого рода пропагандист, а Навальный, вот, опытный как раз, обратите внимание, он никогда не говорит за что, он выступает. Вот что будет, если он действительно убит? Что будет? Никакой программы. Он все разблачает, разблачает, я вот скажу, у вас вот, нам можно лучше причесаться, вам можно еще что-нибудь сюда надеть, вы что смотрите, так хмуро, веселее, смотрите, и много напридумывать можно изменений. Из них не ясно, что человек собирается делать. Это вот на политической арене часто очень бывает, всякого рода существует фигурой, которая представляет себя такими позитивными. Вот Явлинский, например, много голосов собирает, а Яблоко получало деньги от ЦРУ, и на эти деньги, так сказать, существовал во многом. этот факт был зафиксирован в газете «Коммерсант. Деньги». Откуда? А сколько у нас людей, которые защищают интересы иностранных государств, они наши? Очень много. Совсем не обязательно, что люди за это получают какие-то деньги. некоторые по воле своей души защищают. Вот у нас там все плохо, у нас действительно очень много чего плохо. Это один вопрос. А второй вопрос, какую позицию занимать? Поэтому вопрос о действиях людей в этой борьбе о противоположности, которая есть в обществе, в борьбе прогресса и регресса очень важный. И очень часто бывает, что есть люди, которые являются представителями реакционного класса, которые, тем не менее, занимаются развитием производства, налаживанием образования, науки и так далее. То есть занимают, на самом деле, позитивную, прогрессивную позицию. Люди. Или, если они в целом даже и не занимают, то в некоторых вопросах занимают. Есть, например, такое понятие у Маркса, как профессиональный идиотизм. Вот есть товарищи ученые, некоторые, которые очень здорово разбираются в какой-то своей области. А в остальной, в остальных областях, ну, они на уровне грамотного человека. Шестонный грамотный человек, он читает всякие легковесные журналы и газеты, в которых никакой особенной глубины нет. Поэтому и у него глубины это, в этих вопросах. И вот получается, что он в своем вопросе величина, как он сделает шаг в сторону, так он сразу провалился. Это Маркс называл профессиональным идиотизмом. То есть он не идиот, он в своей области прекрасно разбирается. Но если он шаг в сторону и уже совсем не разбирается, он может быть носителем самых, что ни на есть, реакционных тенденций. Пример вот фигура Сахарова, который у нас представлен в виде памятника. Памятника зовут утопленник. Говорят, что Елена Боннер его била, потом бросила в пруд, со связанными руками. Видели, он там со связанными руками стоит и обсыхает на камне. Поэтому Елена Боннер, когда узнала, что собирается такой жена его устанавливать памятник, не приехала. И вообще была возмущена этим памятником, этой установкой. Но ее никто и не послушал. А Сахаров очень хороший физик и участвовал в ядерной программе. Заслуженно получил героя социалистического труда. Ну, а то, что он там то, что пропагандировали всякого рода либералы, это реакционные версии Конституции и каких-то политических программ. Реакционные. А как может быть так, что человек реакционный? Да так он поглощен свою науку, а в этой области он не разбирается. Ну, вот задача, скажем, наша, как университетских выпускников будущих состоит не только в том, чтобы в своей узкой области разбираться, но и немножко пошире смотреть, чтобы не вляпаться в какую-нибудь грязь, только потому, что, ну, не разбирались, недостаточно широко рассматривали эту проблему. Вот, я хочу вам сказать, что непонимание таких вещей, как что такое прогресс и что такое регресс и как он на самом деле в действиях людей проявляется, приводило к всякого рода злоупотребления. представьте себе, я следователь, честный, и вот в 30-е годы вот я уже начал вас уже допрашивать, а теперь будет официальный допрос. Только у меня сейчас бумажечка появится, я буду записывать, чтобы отвечать. Вот вы мне уже ответили, что у вас есть недостатки. Потом согласились, после нашего обсуждения такого мы сидим, правда, мы тут сидели бы с вами вдвоем, а эти товарищи только как бы если и слушают, то у них через стенку. Вот. И вот выяснилось, что у вас эти недостатки проявляются в антиобщественных действиях. А в обществе знаете у нас какое? Советское. Значит, так и запишем, чтобы ваши вы совершаете антисоветские действия. Записываем. Один вы совершаете такие действия или с кем-то еще. Вот у вас сосед. У вас тоже есть недостатки? Надо его вызвать. Недостатки в каких действиях проявляются? Антиобщественных? Все. Записываем. С моих слов записаны верно, подпишите потом. А вы тоже имеете недостатки? Так они у вас тоже в антисоветских действиях проявляются? Вы это сознаете, да? Так, у вас целая группа уже организованная. Три человека, я чувствую. Это уже, конечно, уровень другой. Тут я хотел остановиться как следователь, но теперь мне, если я вдруг, смотрите, образовалась целая группа антисоветчиков, а я их не посадил. Что со мной сделают? То есть, теперь вопрос стоит так, или я, или они? Ну, я это я, а они это они. И вот взял, я их и посадил. А то и хуже было. Причем, думал, что борюсь с этим злоупотреблением. Это я беру не тот случай, когда на самом деле есть там враги, противники, а вот такой случай, когда люди не разбираются, которые сидят. Они точно так же не разбираются, как мы. В чем-то не разбираемся. Потом еще, потом еще, уже осталось вот там два человека с этой половины. Вызывает начальство, так, меня вызывает. Говорит, Михаил Васильевич. Посмотрите, сколько уже людей привыкли к ответственности, да? А негативная тенденция все равно действует. Вы вот какой? Сами можете додуматься? Я говорю, могу додуматься. Какой? Не тех посадили. Что нужно сделать? Ну, что, что? Ясное дело, меня посадить. Правильно. Логично? Ну, а вы вот как из этой ловушки-то выйти, из которой люди не выходили, личные диалектики не знают, не понимают. Из того, что вы не совершаете антисоветские действия, не следует, что вы антисоветчик. Правильно? Это означает, что у вас в целом, вот в целом ваша позиция советская, а если не советская, в целом ваша позиция правильная, но есть неправильная. А есть такие люди, которые в том числе и среди следователей, в том числе и среди генеральных секретарей и так далее, которые не делают ошибок. Есть такие люди? Нет. Поэтому на том основании, что человек время от времени или тех или иных обстоятельств совершает противоположные действия, не основание, чтобы ему приписывать такую оценку в целом. То есть, поэтому надо решить, кто является носителем негативных тенденций, объективно. не только кто в них заинтересован. Заинтересованы в них прежде всего реакционные классы. А кто является носителем? Носителем может быть кто угодно. А кто время от времени содействует своей? Содействует тоже. Сразу вас перепишут в пособниках, а пособничество преследует по закону. то есть вопрос о том о содействии тому или иному он связан как раз с тем, что каждый человек противоречив. И нет таких людей, которые абсолютно последовательно или очень мало, супермало, которые очень последовательно действуют вот в каком-то определенном принципиально выбранном им направлении. И если этого не усвоить, то жизнь наша не понять. Тем более все конфликты, которые вы разбираете и будете разбирать, они как раз связаны очень часто с тем, что люди или не свои интересы не усвоили, или они свои интересы знают и защищают почему-то другие и так далее. То есть такие обстоятельства бывают самые разные. Поэтому задача, конфликтолога разбираться в этих, в восплетении этих противоречий и видеть вот как в целом, как оценить человека в целом. Вот я должен буду все ваши действия в течение 7 месяцев оценить в целом, поставить оценку. Такое мне дано право очень большое. А может вы что-то неправильно скажете, а какая оценка? И что, если вы что-то мне неправильно скажете, что я должен сделать? А в такой-тикой студент, почему вы не знаете этого? Из-за вас, из-за того, что вы не знаете, когда вы станете конфликтологом, народ пострадает. Надо вам двойку лепить. Так? Не так. Вот на экзамене я буду, если замечаю у вас какой-то недостаток, просить вас стихонечко отойти, посидеть, подумать, второй раз прийти, во время экзаменов, третий раз, четвертый, сколько надо, будем сидеть, ждать, пока вы правильно не сформулируете. Конечно, это накладно с точки зрения времени, но мы же боремся за людей, правда? А не просто что мы расставляем оценки, дескать, право есть и все. Вот это вот такая интересная тема. А бывают такие события или такие ситуации, когда в развитии есть борьба о противоположной тенденции, а когда противоположная тенденция в какой-то период берет вверх. Бывает? То есть развитие всегда из движения низшего к высшему в целом, простого к сложному. Но бывает в какой-то период, когда вверх берет не позитивная тенденция, а реакционная. Бывает? Бывает. Например, у вас две тенденции борются, одна к укреплению здоровья, другая к ослаблению. Вдруг бывает, что вы заболели. Это что значит? Что у вас раньше тенденции не было к тому, что у вас была, но она взяла вверх и держит этот вверх в течение недели или полторы. Потом побеждает тенденция к укреплению здоровья и опять, так сказать, тенденция отступает. Но она ждет, когда отлавливает человек или он не следит за этим и так далее, или думает, что его спасут только лекарства и прочее. То есть, это все время. Но и также в развитии общества. Вот, скажем, возьмем Советский Союз. В Советском Союзе были противоположные тенденции или он был из-за того, что он советский, и хороший, и крупный, и так далее, он был свободен от противоречий. Был? Свободен? Не был. Не был. Причем, я хочу сказать, что если мы возьмем, вы начнете анализировать литературу, то выяснится, что литературы по противоречиям при социализме почти нет. и мне пришлось вот в этом смысл докторский, который я защищал, доказывать, что при социализме действуют две противоположные тенденции. Не только к развитию социализма, укреплению его, а к разрушению и к деградации. И только я успешно это доказал, тут как раз и выяснилось, и подтвердилось. То есть, я доказывал, что есть и противоположные тенденции к разрушению Советского Союза, к разрушению социализма. Причем она на разных уровнях проявляла себя по-разному, как тенденция к вообще к усилению отрицания социализма, связанного с выхождением из капиталистического строя. Что к ослаблению непосредственно общественной природы социализма и усилению товарности, которая тоже присутствовала. Как тенденция к усилению социального неравенства, хотя главная тенденция была к тому, чтобы различия между представителями разных классов и слоев сокращались. Тенденция к стихийности, когда главная тенденция была, плановерность. И даже, например, такой был член-корреспондент Академенов Бунич, который всерьез в журнале «Вопросы экономики» в своей статье говорил, что допустимое невыполнение плана, при котором можно платить премии, 10%. А представьте, у нас общественная характера производства, скажем, одно предприятие сотни других поставляет, а это сотни других следующим сотням. И идет, если, скажем, 10% вы не выполнили, значит, нигде нет возможности на этих предприятиях получателей выполнить план. И тогда цепная реакция походит по всей экономике, а премии все товарищ Бунич предлагал всем выдавать. И это проявлялось в том, что уже запаздывали пятилетний план верстать, он верстался в конце первого года пятилетки, а следовательно второй год пятилетки уже не по пятилетнему плану, и все рассыпалось. А уже о долгосрочных планах я и не говорю. Есть тенденция к развитию при социализме ведомственной семействе, карьеризма, бюрократизма и других так называемых государственных болезней. Чиновник имеет интересы не такие же, как у рабочего класса, правда? Другие немножко. Но если он поставит в угло в угла свои интересы, а не интересы того, кому он должен служить, то вот вы ко мне приходите за какой-нибудь проблемой начинаете проблему излагать, я сижу и держусь двумя руками за кресло, в котором я сижу, управленческое. Вы видите, что я ничем не могу вам помочь. Видите? А если я еще к тому же и карьерист, то я одной рукой держусь за кресло, на котором сижу, а второй рукой за следующее кресло, куда я хочу попасть. Вы опять ко мне приходите, я говорю, ну вы же видите, я ничем не могу вам помочь, у меня руки секретарша, молодой человек, я же вам сказала, приходите завтра, а вы каждый раз приходите сегодня. Ну вот, когда я успешно защитил двокторскую диссертацию в 89-м году, а тут оно и проявилось, а уже в 91-м году завершилось это вот течение и движение, которое привело к разрушению Советского Союза, и причем внутреннее движение не такое, что он погиб в какой-нибудь войне или в каком-то нашествии на него, а в том-то и дело, что внутренние противоречия, которые разрешались не в пользу развития, по какой причине, если вы не видите противоположных тенденций, то вы как бы на один глаз слепы, и, если эти тенденции с этой стороны действуют, я их не вижу, и рассуждаю так, как и рассуждала группа Хрущева, вроде того, что социализм в СССР победил полностью окончательно, если окончательно он победил, мне ведь ничего делать ведь не надо, да? Окончательно победил, ничего не надо делать, все само идет, ничего не будет, как может он окончательно победить, как может быть движение вперед, так может быть движение назад, что такое может быть окончательное в истории, ничего не может быть окончательного в истории, И вот Великая французская буржуазная революция победила, а потом монархия снова установилась на время. Так? Так. Или вот сейчас мы тоже можем, оглядывая ситуацию в мире, сказать, что в общем-то то, что начала Великая Октябрьская революция, это идет и продолжается, потому что у нас существует целая цепь социалистических государств, это Китай, который производит больше, чем Соединенные Штаты Америки. А социалистическим государством называется не государство, построившее социализм, а государство, в котором рабочий класс установил свою политическую власть, диктатуру Петриата, и начался переходный период. Может, он сто лет будет в Китае, переходный период. У нас он был 18 лет в России. Вот, значит, Китай производит 17% волового продукта, а Соединенные Штаты Америки – 15%. Плюс Вьетнам, в котором 90 миллионов человек, плюс Корея, в которой 25 миллионов человек, плюс Куба, в которой 11 миллионов человек, плюс Лаос, в котором в 1975 году победила поздняя революция. И все эти страны находились в положении не таком, как Россия. В России не было аж колонии или полуколонии, а все эти страны были под пятой иностранного капитала. И Вьетнам, и Лаос, и Корея, и Китай, и Куба. Поэтому для них вопрос освобождения от капитализма – это вопрос освобождения вообще от иностранной зависимости и вопрос существования как нации. Поэтому там шла очень тяжелая и сложная борьба. И эта борьба сейчас перешла в какую стадию? В такую стадию, что поскольку темпы роста, скажем, китайской экономики 6,5%, а у двадцатки, которая собирается, которая наметила, что хоть 2% надо как-то удержать, нету этих 2%, нету. Двадцатку в России входит, в России 0,8%. Наскребли с помощью статистики. Как известно, есть малая ложь, большая ложь и статистика. Вдруг стали какие-то темпы, объявились некоторые, но мы увидели на самом деле большие темпы в совсем другой области, да? Когда считаешь, сколько у нас миллионеров. Если у нас все деньги уходят на обогащение узкой группы лиц, а не на развитие нашего производства, так не удивляйтесь, что производство медленно развивается. Ничего, никакого секрета в этом нет. То есть, вот целый период, как мы переживаем, ну вот, когда тенденция негативная, победила вверх. Означает ли это и в том числе к ослаблению России? Ну, допустим, боролись с социализмом, там, с Советским Союзом. Мы с вами не боролись. Так? Ну, а зачем станкостроение этого уничтожать? Ну, какая бы ни была страна. Станкостроение-то зачем уничтожать? Станкостроение довели до состояния, когда почти не производятся осечественные станки. А у нас было в Иваново производство станков с числовым программным управлением. Генеральный директор Кабаидзе. На набережной Свердловской был завод имени Свердлова. Станкостроительные станки на экспорт выпускал. Нету ни того, ни другого. У улицы Белостровской, там такой был небольшой завод, только станкостроительный, Ильич назывался. Мне приходилось даже на нем выступать с лекциями. И недавно я прохожу, там такое здание, на нем сверху с золотом написано. Ильич. О, думаю, дают. Что это такое там? Бизнес-центр. Под названием Ильич. Ну, а где станки? Какие станки? Кухня. И где взять станки? Вот сейчас санкции против нас применили. Дескать, к чему стали приучать Россию? Или стали приучаться люди, которые неглубоко вникают вообще в экономику? Дескать, мы будем нефть продавать, а все, что надо, покупать. А вот теперь в нефть вы можете еще продавать и газ. А покупать вам никто не дает санкции. И все. И что? Ну, Китай дает. Поехали. Китайские станки. Хорошо, что Китай у нас, можно сказать, копировал нашу технику. И теперь мы можем у него купить. Теперь Тайвань тоже продаст. А чего, говорит, ему не продавать, потому что Китай все равно продает. Пока Тайвань, в принципе, не будет продавать. Ну, прогорит этот Тайвань. Надо же ему тоже как-то сбывать то, что он произвел. И Белоруссия. А вот и все. Ну, у нас сейчас есть вот, создается предприятие Стан, так называемый, Холдинг. Второе потихонечку начинает тоже производить опять очистенные станки. Я уже не говорю о том, что инструменты. Сейчас есть одноразовые китайские, не только шприцы, одноразовые, но и инструменты. Один раз попилил, и на этом закончилось. Один раз посверлил, и на этом закончилось. А у нас в Сестрорецке был старинный завод. Сначала оборонный, еще при Петре, который пушки выпускал, в войну, который выпускал пулеметы, ручные пулеметы и автоматы. А потом в мирное время выступал, выпускал инструмент, очень хороший. С Сестрорецкий инструментальный завод. И марка Силс известна во всем мире. Ну, и Валентина Ивановна продала американцу. Чтобы он там какой-то сделал развлекательный гостиничный центр. Прямо в цехах. Вот прямо, чтобы американцы могли там бы прямо в цехах и жить. Только сделать такие шикарные квартиры. Знаете, как в сказках бывает, когда Баба-Яга не просто хотела съесть какого-нибудь мальчика, а еще и на косточках его покататься. Дескать, вот был здесь завод, а мы здесь живем. Но ничего из этого не вышло. Уничтожили футбольное поле, сразу мусор завели, через которое все дети Сестрорецкие прошли. Уничтожили завод, нету завода. Покупайте иностранный инструмент. Эта тенденция как? Вообще капитализм, если он был прогрессивный в свое время, да? Он разве связан был с уничтожением промышленности или с развитием? Скажите, пожалуйста. С развитием, правда? В этом была прогрессивная роль. Миссия капитализм-капитализм, который выходил из феодализма и боролся с феодализмом, он был носителем всех этих прогрессивных технических тенденций. А сейчас? А сейчас мы видели как раз обратную картину. И, Александр, образование. Что капитализм и образование несовместимы? Тоже не скажешь. В общем-то, при капитализме образованность рабочих росла всегда. А чего вдруг у нас вместо специалистов стали давать бакалавров? Экономия. Будете еще и год сидеть и пожирать государственные средства. Хватит уже. Четыре года и будьте здоровы. А бакалавр? А мы пять лет учились и не умерли от этого. Надо кормить кого? Студентов, преподавателей. А можно их не кормить? А если три? Буду учить. Вот еще лучше будет. Один вот товарищ пошел, у него шкура была овчины. Он решил шапок наделать себе. Говорит, вот я шапку могу сделать из шкуры? Да, говорит, ему с корнях можете. А две? Могу две сделать. Три, четыре, пять, шесть. Нет, семь уже не смогу. Ну, он ему сделал шесть шапочек. Потом говорит, а что вы хотели? Чтобы из одной шкуры вам большие, большимирные шапки будут? Вот и здесь тоже такая штука. Какая-то идея такая, взять и понизить уровень образования. Сразу для всей страны. А зато экономия какая? Вот сами посчитайте. Грамотные люди, да? Если на 20% студентов сократить по всей стране, ну, раз в четыре года учиться, а не в пять, это 20%? Правильно я посчитал? Пятая часть. Значит, и преподаватели им же нагрузку дают. Какая нагрузка? Нету нагрузки. Один год уже не надо преподавать. Лишние преподаватели оказались. Сколько процентов? 20%. Разогнать их. А как их разгонишь? Ну, вроде как, так просто разогнать. Тут народ языкастый будет писать, говорить. А не, надо соединять вузы. Сейчас, видите, да, соединяют вузы. Соединяют, а зачем вам три кафедры экономической теории? Один вуз, а кафедры три. Раз. И этих всех лишних убрали. Вот у меня коллега работал. Завидовал кафедрой о философии и социальной коммуникации инженерно-экономического университета. Ой, простите. Института, сейчас, торгово-экономического университета. Торгово-экономическое университет. Вот, так сказать, взяли торгово-экономическое университет и думали, как его куда-то присоединить. А его некуда присоединять, вроде там не по теме все. А, улица проходит, политехническая. Он как раз на политехнической улице. И там политехнический университет есть, там через две остановки. В университет его политехнический присоединить. А потом, смотри, две кафедры философии. В одном вузе. Ну, это ерунда же, правда? В одну вузе две кафедры философии. Раз. Ну, естественно, его заведование сняли. И стал он профессором кафедры права и истории. Думаю, вот я с ним разговариваю, думаю, ну, ты даешь. Я вон с хохо бился, чтобы мне профессора кафедры, по кафедре экономики и права дали. А ты раз, тебе сразу дали бесплатно. Потом смотрю, он уже не профессор кафедры права и истории, а какой-то там центр общественных наук, и он профессор этого центра. В политехе. И так далее. И это по всей стране собирает слишком много образованных людей. Вот вы что-нибудь тут наслушаетесь, надумать будете еще. Потом будете критически все это рассматривать. Нам нужны и нужны такие люди. Но в таком количестве они нужны. Все будете говорить. Эти конфликтологи особенно опасный народ. Можете еще разжигать будете конфликты. Надо их выглаживать. Вот. Короче говоря, вот эта проблема, которую мы рассматривали, она очень сложная. То есть, никогда сразу выводы по поверхностным фактам. Человек сделал плохой поступок, значит он негодяй. Так нельзя делать его. Правильно? Потому что он может сто хороших сделал поступок, а вы увидели только один, но он вас столкнул. Он вас столкнул, а он может быть шел уже усталый. Вот. Он много очень сделал и случайно вас заделал. А вы на него... Так не надо. Товарищи конфликтологи. То есть, это вот вопрос вам обдумать. Он открытый вопрос, потому что какие-то примеры и уроки мы можем извлечь из предыдущей истории, но каждый вляпывается в свою историю. И поэтому он должен быть начеку в этом отношении и быть мудрым. А мудрый человек знает, что если человек за что-то выступает, возможно, он от этого откажется. Возможно, он в этом не заинтересован. Возможно, ему можно это разъяснить. А вот те, которые уже упорствуют и являются явными носителями, представительными проводниками негативных тенденций, только эти люди могут выступать действительными противниками. Правильно? Спасибо за внимание. До следующей встречи. Вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok